С нами в основном воевали русские и армяне. Абхазов было немного, процентов 20. Кто-то был мобилизован, ему было некуда деваться. Кто-то воевал за так называемый дом. Мне очень не понравилось, когда на Камане застрелили священника, причем застрелили прямо внутри церкви казачки, за то, что они требовали от него сказать, чья это земля. И он говорил, что вся земля Божья. Его заставляли говорить, что это земля Абхазская. Потом, правда, это переиначили, сказав, что он говорил, что это земля грузинская. Но я там был. Одного папа там повесили и застрелили несколько монашек. Очень неприятно было видеть, как сбрасывали людей в колодцы. Но, честно скажу, я однажды попытался заступиться и чуть сам за это не поплатился. И видел, как откровенно уже просто сводились личные счеты. Причем настолько низменные, что это не поверить, когда Абхазец застрелил своего 70-летнего учителя, когда мы брали Суху, только за то, что тот заставлял его когда-то учить грузинский язык. Еще говорили, что, видимо, за двойки. На Новом районе, когда мы туда вошли, там где-то было человек 40, молодежи, 19-21 год. Когда мы прошли, и через день я вернулся в этот же дом, их уже никого не было. Туда вошли абхазские зенитчики. Просто всех расстреляли, наглумившись. Когда брали здание санатория, недалеко от вокзала, там очень зверствовал армянский батальон. Фактически все грузины и менгрелы были просто сброшены соком. Диктор телевидения Сухумского Мартынюк, Светлана. Потом дня три лежала буквально на ступенях этого здания. После чего ее сбросили в колодец. Я знаю, что месяцев пять или шесть ее даже никто оттуда и не доставал. Конституционный люк.